Господь, пожалуйста, прими всю себе славу, что сейчас в русскоязычных странах светит Божий. Господь, пожалуйста, действуйте, чтобы мы стали твоими учениками, которые испытывают действия с престола Божьего, действия, которые превосходят пространство и время, свет, которые сходят 237 стран мира. И, пожалуйста, Господь, помоги нам сейчас получить ответ, которого не было и которого не будет. Помоги нам понять, что такое настоящая молитва и помоги нам понять, что такое исцеление в молитве. Аминь. Напомню, Господь. Матфея 6.1.15. Если нет, я просто читаю? Я читаю, да. Значит, читайте. Сегодня у нас первая лекция на тему молитва, на которую приходят ответы. Матфея 6.1. Или еще раз? Нет, нет. Да, давайте прочитаем. Матфея 6.1.15. Матфея 6.1.15. Я прочитаю. Говорите, не творите милостыни вашей перед людьми всем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам наградой от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Чтобы милостыня твоя не была в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у него. Молите же так. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукава. Ибо Твое Царство и Сила и Слава вовеки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешение их, то простит и вам, Отец ваш небесный. А если не будете прощать людям согрешение их, то и Отец ваш не простит вам согрешение ваш. Аминь. Аминь. Сейчас мы с вами продолжаем рассматривать послания для евангелизации мест действий. И для того, чтобы понять эти послания, надо одновременно понять, что такое и Евангелие, и что такое местодействие. И для меня все является местом действия. Я сам местодействие, мои встречи местодействие. То место, где я работаю, это тоже все местодействие. И сейчас невидимо, но на местодействие Сатана все захватил. И метод одержать победу над Сатаной, это на месте действия быть переполненным Христом. То есть, на местодействии, это то, что Иисус Христов вместе с нами пребывает. Не только я наслаждаюсь на местах действия, что Бог пребывает со мной, а каждый день в своей обычной жизни всегда я наслаждаюсь тем, что Бог со мной пребывает. Когда нам радостно, когда нам грустно, печально, и тогда Бог пребывает вместе с нами. Сегодняшнее слово, которое мы разбираем, это молитвы, на которые приходят ответы. И вот, поскольку мы с вами сейчас проходим вот эти послания для евангелизации местодействия, тогда я сейчас немножко повторю те послания, которые мы проходили до этого уже с вами. Вот с первого по пятый. Значит, что самое важное человеку, который получил спасение, это уверенно спасение. То есть, у нас должна быть уверенно, что мы с вами получили освобождение от основной проблемы. То есть, что такое уверенно спасение? То есть, уверенно спасение, это значит, что мы теперь имеем жизнь вечную, и она к нам пришла в тот момент, когда мы поверили в Иисуса Христа, приняли его. И нам, верующим в Иисуса была дана власть для того, чтобы на месте действия мы одерживали победу над сатаной. Для того, чтобы мы останавливали бедство, для того, чтобы мы одерживали победу в этом мире. И вот, через имя Иисуса Христа мы себя превосходим, различные идеологии мирские превосходим, мы финансы завоевываем. То есть, вот такие ответы должны потихоньку происходить, появляться в нашей жизни. И вот, мы с вами не верующие, а мы спасенные. Поэтому, когда мы молимся во имя Иисуса Христа, обязательно приходят ответы на наши молитвы. Значит, только спасенная чада Божья имеет право, привилегию молиться получать ответы на молитву. 평상시에 여러분들이 기도하시겠지만, 오늘 하나님께서 우리에게 가르쳐주신 그 기도를 정확히 알고, 기도의 축복을 누려야 되겠습니다. Конечно же, вы молитесь своей обычной жизни, но вот мы с вами прочитали ту молитву, которую учил наш Господь Иисус, и по этой молитве обязательно нам необходимо получать ответы. Значит, вот если посмотреть во вступлении, то сказано, что к любому человеку могут прийти проблемы. И проблема, это является темой молитвы, чтобы получить ответ от Бога. И если у нас какие-то конфликты появляются, то это как возможность нам обновиться. Значит, у чада Божья могут быть какие-то переживания, да вообще у всех людей есть какие-то трудности. Значит, вот в основном проблемы, с которыми сталкиваются люди, обычные, это раны. 이 상처는 어느 누구나 똑같습니다. Значит, у всех есть раны. 부유한 가정에서 태어난 자녀고, 가난한 가정에서 태어난 자녀라 할지라도 똑같이 각자 나름대로 고민은 있습니다. Значит, тот, кто родился в такой благополучной, зажиточной семье, либо тот, который родился в бедной семье, и у того, и у того есть трудности, проблемы, с которыми он сталкивается. 그런데 상처는 숨은 것이지만, 숨은 것이고, 드러날 때 상처로 드러나게 됩니다. И вот раны, хоть они скрытны, их не видно, но однажды они проявляются. 그래서 상처를 받으면 다른 사람 이해하고, 수용하고, 초월할 수 못합니다. Значит, если у кого-то есть раны, тогда не могу понять другого человека, не могу превзойти другого человека, не могу вмести другого человека. 영적 성장에 가장 큰 지장을 주게 되는 것입니다. То есть, из-за раны, духовный рост, духовное состояние, вот оно приостанавливается. духовный рост приостанавливается, духовное состояние такое очень плохое. 그 상처로 말미암아 실패하게 되고, 결국은 이 상처 문제를 통하여 사람이 죽음에 이르게 되는 것입니다. И вот из-за этих раны, ну, можно сказать, что человек, он потом сам, он потихоньку разрушается. 그 상처를 치유받을 수 있는 방법은, 복음의 깊은 뿌리가 내려져야 되겠습니다. И путь, исцелить вот эти раны, это только пускать глубокие корни в Евангелии. 우리는 상처를 뛰어넘을 수 없기 때문에, 그래서 우리가 예수, 그리소 이름으로 기도해야 합니다. Значит, мы сами свои раны превзойти не можем, поэтому очень важно молиться во имя Иисуса Христа. 상처를, 두번째 상처를 통하여 내려온 유전적인 문제가 있습니다. И затем, благодаря ранам, есть проблемы, которые появляются. 가문, 가문마다 이것이 바로 대물림이라고 하는 것입니다. Значит, вот, это, конечно, в каждом роду, в каждом семейном роду это по-своему проявляется, но вот эти вот проблемы, они уже становятся потом наследием для следующего поколения. То есть бывает такое, что лично от меня передаются как духовное наследство дальше поколениям, какие-то проблемы, затем по-семейному роду передаются, затем в стране можно увидеть проблемы, которые передались как наследство духовное. 그래서 우리 개인이 기도해야 되고, 가문 놓고 기도해야 되고, 나라를 놓고, 특히 위정자들 놓고, 우리가 기도해야 할 이유입니다. Поэтому это является причиной, почему нам самим надо лично молиться, и семье наши надо молиться, да и всей стране надо молиться. И вот мы можем увидеть, что благодаря вот этим ранам, лично к человеку приходят различного рода болезни. Значит, конечно, если какая-то видимая болезнь, то ее все могут увидеть. Значит, бывают случаи, когда араны очень серьезные, поэтому вот проблемы, которые проявляются, и даже видят окружающие. И вот мы видим, есть очень много преступлений. Преступления, они тоже совершаются из-за глубоких, серьезных духовных ран человека, которые потом проявляются в виде определенных плохих вещей. И вот мы можем видеть, в каждой стране есть много таких преступников, которые делают нехорошие вещи. Поэтому те люди, которые делают маленькие преступления, либо же большие, это люди, у которых у всех есть вот эти духовные раны. И если чадо божи, у которого есть Евангелие, передает точное Евангелие, таким людям, у которых душевные раны есть, тогда душевные раны, люди будут решаться, будут исцеляться. Поэтому у нас сами есть причина молиться за всех людей, чтобы им передать Евангелие, будто они нам нравятся, либо же не нравятся. И вот я уверен, что все вы, и вот наши диаконисты, и пасторы, и служители, я уверен, что вы уже все так молитесь. И вот сейчас, если мы сможем передать эту Евангелие, нашим потомкам, чем раньше, тем лучше, тогда обязательно будет проявляться сила Божья. Итак, есть молитва, в которой нам необходимо бросить вызов. Значит, вот сейчас Бог, он через молитву, вот сегодня Господь Иисус через молитву отчинаш, Он говорит нам, как нам надо молиться. Значит, молитву отчинаш, это та молитва, которую нас научил Господь. Как помолился Господь Иисус, вот такие же ответы мы и можем получать. Вот Матфея 6.9 сказано, молитву же так, тогда молитву же так, отчинаш. То есть вот, Отец наш, суще на небесах, это тот, который может решить все проблемы, все ситуации, потому что он является всемогущим Богом. Значит, Бог, который мы с вами верим, это Бог, который может действовать своей силой, превосходя время и пространство. Значит, наш Бог, это Бог, который может вылечить любую болезнь и превзойти все вот эти, всякие идеологии и различные болезни. И вот этот всемогущий Бог является вашим отцом. И вот мы говорим, Отец наш, досвятится имя Твое. То есть имя нашего Бога, которое святое, оно отличается от имени других Богов и всяких тамбесов. Значит, вот есть люди, которые пытаются что-то усердно делать, свои жизни, веры, как-то прилагать усилия. Это все не освещает, не святит имя нашего Бога. Значит, просто из-за того, что мы стали чадами Божьим, мы уже можем получать все Божьи благословения. Поэтому вот это имя, которым мы, вот, имя нашего Отца, небесного, мы этим именем можем связать все силы тьмы. Поэтому не только вот через нас наш Бог должен получить себе славу, но и через все русскоязычные страны, но и через страны по всему миру. И в Матфея 6 главе 10 стихе сказано, да, придет Твое царство, да, будет воля Твоя. Значит, сейчас в этом мире невидимо, но Сатана, он все захватил. И сейчас мы видим, что Сатана, он всех людей в этом мире держит свои руки. И сейчас Сатана, он всех колеблит и всех приводит к падению, будто бедных, либо будто богатых. Но на нас спасаемых, лично на нас сходит царство небесное, затем сходит царство небесное на нашу семью и на мое место работы или учеба. То есть царство небесное это то, что сокрушает власть Сатаны, поэтому вот это царство небесное, оно обязательно должно стоить на меня, на мою семью, на мое место действия. То есть мы молимся о том, чтобы на земле совершилась всемирная евангелизация. Поэтому Божий план для того, чтобы через нас, которые получили спасение, царство небесное сошло не только на нашу местное действие, но и на весь мир. Поэтому пока мы с вами живем на этой земле, чтобы к нам не пришло, проблемы, обстоятельства, трудности, необходимо во всем искать Божий план. Поэтому нельзя, чтобы мы молились такой же молитвой, как неверующие. Матфея 6.33, сказано, «Ищите прежде сарство небесное и правду его, а все остальное приожиться вам». То есть в основном они просят, пусть все будет хорошо со мной, с моими детьми, с моим бизнесом, вот так молятся. Ну, наверное, у вас немного такой молитвы. И проблема лично для нас, это время, когда совершается Божья воля, Божий план. Поэтому проблема – это очень важный инструмент в руках Бога. Поэтому Божье желание для того, чтобы царство небесное сошло и Евангелие распространялось. И если это Божье желание будет моим, тогда на все мои местодействия будут сходить, на меня, на мою семью, на место работы, учебы, будет сходить царство небесное. Поэтому прежде всего в нашей жизни нам необходимо молиться, чтобы царство небесное сходило. И в 11-м стихе сегодня сказано, «Хлеб наш насущный данным на сей день». «Хару 먹을 양식» – это не тот хлеб, который мы кушаем каждый день. А это тот хлеб, благодаря которому мы сможем спасти весь мир. Значит, если у нас есть духовная сила, тогда все, что происходит в течение дня, мы это можем превосходить. И в 12-м стихе сегодня сказано, «И прощаем долги наши, так и мы прощаем доложникам наши». Значит, мы с вами получили решение проблем греха через Иисуса Христа. Проблем первородного греха, собственных грехов и грехов предка. Поэтому мы с вами те люди, которые получили Божью любовь. И только когда я в приезбытке сам буду получать эту любовь, только тогда я могу эту любовью, эту любовь давать другим людям. Так же дети, те, кто получает много любви, они потом могут эту любовь передавать другим детям. А если, например, Божью любовь не получать, тогда получается, что постоянно надеешься на других людей. То, что мы с вами приняли Евангелие, то, что сейчас мы получаем Евангелие, обучаемся, проповедуем, это и есть тот факт, что мы находимся на месте самой большой Божьей любви. И вот через молитву «Отчинаш», мы видим, что здесь сказано «не веди на свое искушение». Значит, искушения, которые от Бога приходят, и искушения от Сатаны, они разные. То, что бывает происходит в нашей жизни трудности из-за материального, еще что-то, это все Бог допускает для того, чтобы мы стали еще более зрелыми в нашей жизни. А искушения от Сатаны, они наоборот, для того, чтобы человека погубить, привести его к поражению и в итоге, чтобы он оказался в аду. Поэтому наш Господь, Он говорит нам, молитесь так, чтобы Бог вас не вел в искушение. И затем 13 стих сказано «избавь нас от лукавого». Поэтому только Иисус Христос является единственным путем для того, чтобы мы могли остановить и избавиться от атак Сатаны. И что бы ни происходило, мы всегда, вот, мы всегда воздаем Богу славу во всем. То есть мы всегда можем Богу воздаем слово. Когда сам нахажутся на едине, когда потом нахажутся во время богослужения, сейчас во время обучения, всегда мы можем Богу воздаем слово. Если, вот, если коротко, как бы, суммировать и подвести итог, о чем говорить молитву очина, что можно так сказать. Первое, здесь мы видим, что вот превозносится идет слава как бы три единому Богу. То есть мы превозносим, мы воздаем славу три единому Богу. И, во-вторых, поскольку мы живем, испытывая Божью силу, тогда в нашей жизни проблемы не является проблемой. То есть вот мы ведем движение слова, затем ведем жизнь веры, и вот мы не впадаем в искушение сатаны, а даже если впадали, то мы можем быстренько из них выйти через Евангелие. И каждый день мы всю славу воздаем Богу. Ду-вторых, это апостольский символ веры. Значит, апостольский символ веры, это и есть итог 66 книг Библии. Вот как вы лично исповедуетесь? Ну, конечно же, во время богослужения вы все исповедуетесь. Диаканиса, вы тоже так делаете, да? Значит, вот я обычно быстро говорю. Вот поскольку я быстро говорю, то когда я зачитываю апостольский символ веры, верующие даже не могут за мной успеть. Я только начал, а потом бас, и я уже как бы закончил. Поэтому я теперь задумываясь о том, о чем я читаю, и вот так вот медленно прочитываю апостольский символ веры. И вот, когда мы молимся молитву очи наш, зачитываю апостольский символ веры, необходимо делать это не спеша, вдумываясь, и вот таким образом воздавать Богу славу. Значит, в апостольский символ веры очень четко говорится о Боге Отце, всемогущий Бог. Значит, вот в корейских библиях у них апостольский символ веры всегда вот на первых страницах. То есть вот мы же вот когда прославляем, когда испыдуемся о Боге Отце, который все сотворил своей силой, и вот как раз в начале, в самом начале апостольский символ веры вот об этом говорится, о Боге Отце, который все сотворил. Поэтому вот наш Бог Отец, которого мы исповедуем, в котором мы верим, это всемогущий Бог, который уже решил все наши проблемы, да и который знает все наши проблемы. Поэтому вот мы когда молимся, мы испыдуем нашу веру, что Бог Он является нашим Отцом. Дубончёлью, он 성자, Иисус, Иисус, Иисус. И во-вторых, в апостольский символ веры говорится о Сыне Иисусе Христе. Иисусе Христе. И вот в апостольский символ веры мы говорим о Господе нашем, о Сыне Божьем Иисусе Христе. Мы так испыдуемся, что мы веруем в Иисуса Христа, единого Сына Его, Господа нашего, который был зачат от Духа Святого, родился от Девы Марии, страдал при Понтипилате, был распят, умер и погребён, сошёл в ад, и в третий день воскрес из мёртвых, пошёл на небеса, сидит одесной Богу Отца Всемогущего. То есть для того, чтобы Господь, он мог нас спасти, во-первых, ему необходимо родиться воплоти, а затем он должен быть безгрешным. То есть он не должен быть зачат или рождён от человека, то есть он должен был быть безгреха, то есть быть святым. Поэтому так и произошло, он родился от Марии, которая не знала мужчину, которая была запрещена Духом Святым. Иисус Христа является Богом, и у Него нет греха. Поэтому Иисус Христос на кресте за один раз решил проблему греха, смерти, ада. Поэтому все ваши проклятия, бедствия на кресте полностью закончены. Поэтому нет причин нам находиться в переживании, беспокоиться. Свидетельство, что все наши проблемы закончены. Это свидетельство состоит в том факте, что Иисус Христос, Он умер и на третий день воскрес. И Он победил Сатану, которая является причиной всех проблем. И на воскресенье Иисуса Христа все не закончилось. И затем мы верим, что Он придет во второй раз уже, придет как судья и будет судить этот мир. И вот мы верим в Духа Святого, Бога Духа Святого, которые пребывают вместе с нами. Затем Святая Вселенская Церковь. И вот Святая Вселенская Церковь, это есть вот эта собирающаяся церковь, где все мы собираемся. И там мы также приносим обряд хлебопреломления. И необходимо, чтобы они собирались и не форум неверия проводили, а наоборот проводили форум веры, форум послов. Если мы будем собираться, преподносить богослужение, провозглашать имя Христа, то есть мы будем собираться, пребывать в общении. Затем также сказано прощение грехов, воскресение тела и жизнь вечная. Мы используемся в нашей жизни веры, что по вере в Иисус Христа мы также само получили прощение грехов, и мы также получим новое тело и воскресим подобно тому, как воскресил наш Господь Иисус. Если мы с вами разберем вот эти вот две вещи, это молитва отчинаша, молитва отчинаша и апостольский символ веры, тогда на этом всегда будет созидаться наша вера. И вот не только молитва отчинаша, а не только апостольский символ веры, но и вообще мы должны молиться друг за друга так же, должна появиться такая молитва. И тогда как нам необходимо начать молитва? Сом경에는 문제 있는 사람들이 너무너무 많습니다. В Библии очень много людей у которых проблемы были. Сом경에 저런 내용을 안 기록했으면 좋겠다, 그런 Сом경도 있습니다. Значит, было бы хорошо, конечно, если в Библии не описывались бы какие-то трудности, но они описываются. Поэтому Библия, вот, ее не надо рассматривать по своему опыту, по своим мыслям. То есть у вас должна быть также у вас и у ваших верующих модель, модель, как молиться этой моделью является Библия. Сом경의 인물들이 전부 다 어려움 속에서 하나님의 교육을 붙잡고 기도하기 시작했습니다. А также вот этой моделью могут быть вот эти герои Библии. И вот они все начинали с того, что они тоже пребывали в молитве. Вот я тоже родитель, у меня три дочки. И вот я тоже, я видел многих мальчиков, которые росли, видел их рост. И вот получается, и супруга моя, она также на меня похожа, и дети мои, вот, также похожа на меня. Вот для меня супруга, но, как бы, а самая лучшая. Сарангами, вот мы постоянно вместе находимся. То есть вот если мы все будем любить Евангелие и пребывать от Божьем слове, тогда, конечно же, все мы получим Божьем благословение от верующих до паста. Вот посмотрите на Давида. Благодаря Давиду, вот вся страна жила. Значит, вот все получили благословение из-за Давида, и политики, и обычные граждане. Вся страна получила. Библия говорит нам о людях, которые наслаждались благословением, тем, что Бог прибыла отместе с ними. Вот нам необходимо молиться и вести же сверы так, как нас учит Библия, и также ссылаться на ту молитву, которой молились герои Библии. Значит, конечно, нам необходимо молиться в нашей обычной жизни, но очень важно нам получать ответы благодаря молитву во время богослужения. Значит, вот ранее церковь, где они 1.14, они собрались вместе, они молились и получили ответ от Бога. И вот, когда мы молиться, когда мы молимся, чтобы мы так же, как и они, могли получить ответ, и ответ в церкви, и в своей жизни, веры, и на местах действия. И вот Бог дал благословение Духа Святого Горинца Марка, который вот этот Дух Святой сошел на Горинцу Марка. И вот все, каждый в отдельности получили вот это благословение, наполняет Стова Духа. Но есть такие случаи, когда родители, они молятся такой молитвой. Бывает такое, что родители, они так говорят своим детям, но вот я молюсь один, и вот моей молитвы достаточно, а ты просто там, ну, учись делать свои дела. Вот. 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 Нельзя научить детей такой молитвы. Синам 생활은 1 대 1 하나님과, 개인과의 관계입니다. Значит, жизнь веры, это когда один на один я с Богом строю отношения определенные. Вот. Вот. Ранняя церковь, которая держала за завет, которая молилась, вот они до какой степени получили ответ, что они начали передавать Евангелие в 15 странах. Вот если вы сами получите благодать, наполнение Духа Святого, тогда все люди, которые вокруг вас, они станут дверью для проповедования. И вот вы будете наслаждаться, что через людей, которые находятся вокруг вас, совершается Божье Слово. И вы увидите, что люди, которые вокруг вас, вот в их жизни свершается Божье Слово, и среди них появляются ученики Христа. И вот если начинают приходить ответы в мою жизнь, тогда вот подобная ранняя церковь, необходимо продолжать, держаться за слово, и прибавить молитву. И на каждое место действия, куда пошли верующие ранее церкви, там происходило действие проповедования, и все места действия становились местом миссионерства. И вот горница Марка, они только держались за эти ответы, ой, только держались за это слово, преподносили благослуживание, и ответы стали приходить. И вот даже, хоть и пришли гонения, но сформировалась антиехийская церковь, о которой даже никто не мог подумать. И вот церковь антиехийская, это та, которая наслаждалась благословением миссионерства. То есть, Бог, он дал антиехийской церкви ответ. Написано, рука Господня была с нами. То есть, рука Господня была с ними, и вот благодать Божья была на них. Но сейчас мы видим немножко другое, что наоборот, страна, она ненавидит верующих во Христа и не любит церкви. И бывает такое, что вот, в какой-то местности наоборот, люди, они пренебрегают, они пренебрегают верующими и их сторонятся. А вот Бог, он благословил настолько антиехийскую церковь, что у них получалось и проповедование, и миссионерство. То есть, вот он их благословил настолько, что вот они стали первыми в мире, которые начали вести миссионерство. И затем еще вот церковь, которая тоже стала моделью в плане миссионерства, это фессалоникийская церковь. То есть, фессалоникийская церковь была такой, которая вот видела вот это действие, действие Божье, что они постоянно прибывали в вере, в любви и имели надежду. Вот если мы тоже будем верить, что в нашей жизни будет происходить такое же действие, как в жизни героя веры, то обязательно Бог, он тоже так начинает действовать. То есть, мы тоже будем испытывать действие, веры, тоже будем испытывать любого друг друга и будем полны надежды. То есть, из-за того, что у нас с вами есть надежда, из-за того, что у нас есть любовь, то мы можем тоже терпеть и ждать других людей. Поэтому Павел, он вот этой церкви в фессалониках, он пишет им письмо, первое, фессалоникийцам 5.16, что всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. Счезалоникийцам 5.16, он говорит, всегда радуйтесь и непрестанно молитесь. Потому что это воля, воля Божия для вас в Иисусе Христе, чтобы вы постоянно пребывали вот в такой радости. То есть, Бог, он вот этой фессалоникийцам 5.16, он дал такое слово. Чтобы они всегда пребывали в радости и непрестанной молитве. Ну, конечно же, у нас есть тоже, как бы, причины, по которым мы говорим, что мы не можем постоянно молиться непрестанно. Ну, и появляется много всяких моментов в жизни, из-за которых мы не можем постоянно благодарить. Тем не менее, это Божия воля в Иисусе Христе для нас, чтобы мы постоянно пребывали в радости, благодарности и непрестанной молитве. И вот все наши пастыры, все служители, всем необходимо получить такой ответ. И вот во время богослужения, когда к нам приходят ответы, как мы можем их переварить верою? Значит, мы когда покушаем, мы не можем сразу заниматься спортом, потому что пища должна перевариться. И метод нам переваривать Божье слово, которую мы получили, это молитва в определенное время. Значит, если вы чадо Божье, который находится в Завете Божьем, даже если вы не молитесь, то неизбежно вы будете получать ответы на молитву. То есть, если вы будете держаться за Божий Завет, тогда на каком бы месте действия вы не находились, вы обязательно будете получать ответы на молитву. И вот это есть вот вступление, вступление к тем ответам, которые обязательно вы должны получить. Уже 5 минут, тогда мы с вами отдохнем 10 минут и продолжим следующую лекцию. Давайте помолимся и будем отдыхать Богу, благодарим Тебя. Мы только что слышали о различных видах молитвы, которыми нам необходимо наслаждаться в обычной жизни. И пусть это слово, оно свершится в нашей жизни. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Пять минут отдыхаем и продолжим. Пять минут отдыхаем. 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 Пять минут отдыхаем.